Вы знаете, зима прошлого года была для меня очень удивительной. Я её называю «Зимой, исполненной чудес». И по ходу моего рассказа вы поймёте, почему именно так я её воспринимала и сейчас так о ней вспоминаю. 9 декабря 2015 года мы с моей 9-летней дочерью ехали сюда вечером в церковь, но на пешеходном переходе недалеко от церкви нас сбила машина. Должна сказать, что мы достаточно аккуратные пешеходы и тем более рисковать жизнью ребёнка я бы точно не стала, но так произошло. Я почувствовала, услышала свист тормозов, удар в бедро, и у меня мелькнула мысль. Ну вот оно. Такая тихая, спокойная мысль. Вы подумаете, ну какая-то очень странная мысль для подобной ситуации. Дело в том, что с этой дорогой, которую мы переходили в церковь, связаны практически все наши передвижения по городу. И в школу Даша добиралась, переходя эту дорогу. И в церковь мы постоянно тоже пользовались этой же дорогой. И неоднократно мы были свидетелями достаточно таких серьёзных ситуаций, которые чуть-чуть не заканчивались трагически. И вот почему-то у меня было такое ощущение, что со мной что-то случится именно на дороге. Я этого не ждала, я этого не боялась. Это было такое, ну просто где-то вот как-то чувствуешь, ну не знаю, какое-то такое ощущение, что именно как-то так всё будет. Вот поэтому эта мысль, ну вот оно. Ничего нового не произошло, всё в порядке. Пока моё тело выписывало неимоверные пируэты на дороге, меня тянуло метров десять ещё по дороге, потом забросило на капот, как я разбивала головой стекло в машине. Этого я ничего не помню, я этого не видела. По Божьей милости я была без сознания. И вот пока моё тело было в таких перипетиях... Пожалуйста, фото. Очень красиво. Да. Что это за фото? Это совсем не случайное фото. Это то, что я видела в тот момент, когда с моим телом происходило вот всё вышеописанное. Это был необыкновенно красивый лук. То, что вы видите на фотографии, это, ну я не знаю, это какая-то просто часть той прелести и той красоты, которую я видела. Знаете, я хочу сделать и для себя акцент. Я не представляю, как это, лишь разбить головой стену, да, вот как Господь просто в этот момент сохранил её. Разбить головой, голововое стекло, протянуться по асфальту 10 метров. А на самом деле то, что она чувствовала, она на прекрасном лугу. И что же ты чувствовала, Леночка? Расскажи. Кроме того, что я видела прекраснейший луг, очень яркая зелень, такие цветочки, жёлтые, белые. Красота неимоверная. И я в этот момент чувствовала безграничный покой. Наверное, это то, что называют словом блаженство. На земле такого покоя ни в какие моменты своей жизни я не испытывала. Этот покой окутывает тебя полностью, и ты в нём растворяешься, и никаких, никаких, не то что плохих мыслей, вообще нет ничего, просто спокойствие. И присутствие кого-то. Я не видела силуэты, я никого больше на лугу не видела, но я чувствовала, что рядом со мной кто-то есть. И у меня как бы в голове был такой, ну, то ли утверждение, то ли вопрос, вот что-то между этими двумя понятиями. «Иисус, я на небе». В какой-то момент картинка стала тухнуть, и это всё стало как бы удаляться от меня. Я открыла глаза, смотрю, надо мной машина, ну, днище машины, повернула голову колесо, в другую сторону посмотрела грязный асфальт. Нет, небеса так выглядеть не могут. Ну, я помню, что был удар, значит, мог быть перелом позвоночника, а я подумала, что я могу быть парализована. Не боялась этой мысли, но на всякий случай пошевелила пальцами ног, они шевелятся. Ура! Я не парализована, слава Богу. И вот в этот момент меня посвящает сказать мысль, не мысль, понимание, которое просто заполняет мой мозг, заполняет меня всю. Понимание, оно как бы вот звучит во мне, всё будет хорошо. И это не моя мысль, это не самоутешение, которое ты пытаешься себя как-то, да, в этой ситуации ободрить сама себя. Нет. Я точно знала, что это Бог, вот это обетование Божье, Он мне говорит, что всё будет хорошо. Вы знаете, я верила. Я просто безоговорочно этому верила. Повернула голову в сторону, увидела, что моя Даша лежит очень далеко от меня. И понимая, что кто-то рядом со мной стоит, спросила, как моя девочка. Мне сказали, что с ней всё хорошо, она в сознании, не переживайте. Мелькнула мысль о том, что меня обмануть сейчас так легко. Я не вскочу, не проверю. Но тут же, вот это понимание, всё будет хорошо, оно просто вытесняет все другие мысли. Я просто спокойно принимаю и верю, я абсолютно верю тому, что и с Дашей тоже всё хорошо. Никакой тревоги. И в этот момент я даю такие совершенно чёткие указания вот тому, кто рядом со мной, это оказался водитель той машины, которая сбила нас. Я даю чёткие указания, чтобы мне дали телефон. Я сама делаю звонок одной из сестрей из нашей церкви, сообщаю, что произошло. Таким образом, церковь узнала первое. Это сестра Валечка Кастышина, и вы знаете, она сразу же сообщила в СМС в церковь, церковный вайбер. И я знаю, что сразу вся церковь встала на молитву. Это ощущалось, я понимала, что Бог слышит каждую молитву, каждое молящееся сердце, он видит, потому что действительно всё, что произошло, это было просто чудом. После этого я понимала, что теряю сознание снова и попросила позвонить нашему врачу, ну, вернее, Дашиному даже врачу. Почему? Ну, кажется, он никакой связи не имеет к нашей городской больнице, то есть совершенно он киевский невропатолог. Но, как выяснилось, уже буквально на следующий день, именно через него Господь показал нам правильное направление для лечения и восстановления моего здоровья. То есть это была не случайность. Мне Господь давал чёткие, как бы, мысли, которые я использовала и которые потом сработали исключительно во благо. после уже из скорой помощи звонили моим родственникам. И то, что я в скорой помощи была без сознания, это тоже я вижу в этом неимоверную Божью милость, потому что те короткие моменты, которые я приходила в себя, каждый полицейский, лежачий, каждая кочка, каждая ямка отдавалась в теле просто невероятной болью. И слава Богу, что я снова теряла сознание и просто не была вынуждена эту боль терпеть. Леночка, тебя повезли в Бучу, да? Меня повезли в Бучу, хотя приехали ещё две скорые из Киева, но поскольку это всё произошло в городской черте, меня повезли в Бучу. В больнице началась новая реальность, которую я для себя назвала «перекладываем». Именно по этой команде, перекладывая меня, ну, скажем, с каталки на кушетку там и так далее, моё тело просто орало от боли. Это было нечто, ну, сказать сильное о боли, это не сказать вообще ничего. И тогда я поняла, что боль в скорой, но она ещё и болью не была, потому что терпеть это было просто невыносимо. Врач, который меня осматривал, он расспросил тех, кто приехали уже со мной, расспросил, как и что произошло, глядя на меня. Он сказал, вы понимаете, что это чудо Божье? Вы понимаете, что в таких авариях не выживают? это действительно милость Божья, это действительно Божье чудо, что я не просто выжила. У меня, к удивлению всех врачей, не было ни одного внутреннего кровоизлияния, ничего, кроме того, что мне в Буче диагностировали четыре перелома костей таза. Такая симпатичная бабочка. Леночка, я знаю, что тебе врачи очень прогноз такой дали. Да, очень оптимистичный прогноз. Ну, а что же дальше? А дальше полежите у нас две недели, а потом шесть месяцев дома. Недвижимость. Недвижимость. Я помню это слово. Полная недвижимость. Я сначала думала, что он шутит, и так его и переспросила, вы шутите? Как можно, ну, а что произойдет за шесть месяцев, как можно так лечить вообще? А что вы хотите? Это же таз, мы же не можем вам наложить гипс. Да, я не шучу, какие здесь шутки. Вы знаете, и в этот момент никакой паники, никаких вопросов, зная себя раньше, какой я была действительно паникершей, и знаю, и я вижу, какая я с Богом, как Бог дает это проходить и принимать. Я просто принимаю. Боже, хорошо, если мне для чего-то нужно лежать полгода, значит, я буду лежать полгода. Никаких вопросов, зачем, почему, просто вот, слава Богу, Он дал мне это принять. Знаете, я хочу немножко со своей стороны добавить, я помню, как я приехала в больницу, внутри вот такой, ну, знаешь, такая страшная авария, как, Лена, как она вообще? И вы знаете, я видела ее, и моя вот это вот волнение, паника, наоборот, утихала, глядя на нее. Она излучала какой-то мир такой, смиренность, вот кто был, кто знает, подтвердит, да, сестрички? Мы приезжали, мы делились, мы приезжали, и от Леночки брали вот это вот какое-то утешение, потому что просто Господь реально был с ней. Я знаю еще, Леночка, ты рассказывала, я знаю, ты готова рассказать, что вот эта смиренность и принятие вот этой ситуации Господь деликатно тебя, можно так сказать, подготовил, да, какие-то тебе такие знаки предупредительные, расскажи о них. Да, действительно, когда я на следующий день уже в больнице анализировала, просто вспоминала то, что происходило со мной буквально за последние дни, я поняла, что действительно Господь, вот Лариса правильно сказала, он деликатно меня подготовил к тому, чтобы все это принять. За несколько дней буквально мы понимали, что тогда в среду это все в среду произошло, нам нужно будет с утра поехать к Дашиному доктору, ей нужен будет очередной массаж, и очень хотелось порадовать и ее, и мы решили, что после поедем в театр. и вот я пытаюсь брать билеты в театр онлайн, ну, я это делала не раз, как и многие из вас, но три мои попытки вообще не увенчались никаким успехом, то есть я доходила до момента купить билет, и сайт просто зависал. Я попробовала с другого сайта, и вот так трижды одна и та же история, и тогда я сказала, Боже, если ты не хочешь, чтобы мы попали в среду в театр, я больше не буду даже пытаться. Мне достаточно, мне понятно, не надо. Дальше, буквально накануне моя Даша заинтересовалась марками машин, чего никогда в жизни не было. Она стала спрашивать, мама, что это за машина едет, а как это называется? Я ей называла то, что знала, называла, и получилось так, что пять Тойот ехали просто одна за одной, она говорит, о, мам, я Тойоту уже выучила, я теперь знаю этот знак хорошо, я знаю эту машину, я их буду считать. И весь вторник, и всю среду она считала Тойоты, где бы мы ни находились, ну, как вы думаете, какая машина нас била? Нас била 59-я Тойота. Это было еще не все. В тот же день, в который мы попали в аварию, у нас был телефонный разговор с мужем, он работает за границей, у нас сложные были отношения, скажем так, и разговор был тоже, ну, мягко говоря, неприятный. В конце разговора он мне просто сказал, ну, вот пусть твои церковные о тебе и беспокоятся. Какие же это пророческие были слова? Буквально через пару часов я поняла, что такое забота церковных, что действительно вся церковь и в молитве, и физически. Что ты имеешь семью. Да, безусловно. Безусловно. Далеко, а ты имеешь семью. Слава Богу. Слава Богу. Да, Леночка, я еще дальше хочу тебя спросить, ты была в Буче несколько дней, три или четыре, да, по-моему, тебе там ничего практически не делали, и во время перевода тебя из Бучи в областную Бог также по-особенному был рядом. Ведь он сказал в своем слове, да, не бойся, я с тобой. Расскажи вот этот момент. Это был тоже удивительный момент, это для меня это тоже было чудо. Меня перевозила бригада Бориса, и когда меня уже буквально выкатывали из палаты, сестрички, которые помогали собрать мои вещи, уже не успевали положить никуда Библию, кроме как мне на грудь. И вот у меня на груди лежит Библия, я лежу на каталке, и фельдшер из бригады наклоняется ко мне и на ухо шепчет, не переживайте, все будет хорошо. Девочки, те же слова, все будет хорошо. Меня просто хватила такая волна, ну, наверное, даже радости. Я ему говорю, что я не переживаю, я знаю, все уже хорошо. Он говорит, я имею в виду ту книгу, которая лежит у вас на груди. А я ответила, что я бы сказала, что это автор той книги, которая лежит у меня на груди. Значит, врачом оказался наш брат, и он тебя тоже, Бог послал тебе, это был верующий человек из Киевской церкви. Вот так Бог показал, что я рядом с тобой, я рядом во всех обстоятельствах твоей жизни, и напомнил, что таки все будет хорошо. В областной тебя продолжили обследовать и да, в областной продолжили обследовать, обнаружили еще и перелом крестца. Пятый перелом, да, это был пятый перелом. В тот же день, когда я поступила в областную, на вечер была назначена моя первая операция. Что мне должны были делать, я не совсем понимала. Врачи говорили о том, что надо поставить аппарат. Какой аппарат и как он должен выглядеть, я даже себе близко не представляла, что это такое. Да, можно я тоже как бы мостик такой. Я знаю, что Бог тебя через операции восстанавливал, правильно? Потому что бытует ошибочное мнение у людей, что Бог исцеляет верующих по молитве, прикосновениям сверхъестественным. Но знаете, Бог суверенный в выборе методов удаления болезней. И нам людям не выбирать эти методы и не решать, как Господу действовать. Поэтому Господь провел Леночку через операции. Как это было? И сколько их было у тебя? Расскажи. Это были две операции. Первая была просто удивительная. Вот та, которую мне должны поставить какой-то аппарат. Вы человек сказал, что операция была удивительная, это должен быть Господь с тобой в этот момент. Расскажи, Безусловно. Я лежала на каталке подоперационной и молилась такими словами. Господи, я знаю, что Ты всегда рядом со мной. Я знаю это своим разумом. Боже, я Тебя очень прошу, дай мне это почувствовать. Может быть, это была неразумная, неразновенная молитва. Я не знаю, как Вы это расцените, но именно так я молилась. Во время операции Бог меня провел просто изнутри. Я вижу себя изнутри. Я прохожу вот как бы слева направо внутри. Я вижу свои органы, я вижу свои клетки. Я вижу, как в моей кости с правой стороны сверливаются металлические штыри. Но в это время я чувствую, я просто окунулась в безграничную любовь. Вот по-другому я это назвать не могу. Это когда тебя окутывает со всех сторон, обнимает, и ты весь, ты просто весь растворяешься в этой любви. И я знаю, это Бог. Он тут рядом со мной. Он рядом со мной вот в этот момент, как впрочем и всегда. когда я стала выходить из наркоза, я поняла, что я сожалею, что вот это ощущение начинает теряться. Первое, что я произнесла шепотом, конечно, я сказала слава Богу. Врачи переспросили медсестру, что она сказала. Медсестра так передернула плечо. Слава Богу. А для меня в этих словах было все. я действительно благодарила Бога за то, что произошло. За то, что я чувствую Его так близко. За то, что для Него нет мелочей в моей жизни. Для Него важно абсолютно все. Когда меня... Да, будьте добры, следующее фото. Вот так выглядел аппарат, который Господь показал тебе во время операции. Понимаете, я знаю, что если бы я увидела такую конструкцию на себе без предупреждения, наверное, была бы, мягко говоря, ну, где-то паника была бы. Но я уже знала, что в моих костях стоят металлические штыри, и да, вот именно вот так выглядел этот аппарат. Сколько по времени эта операция должна была длиться, Лен? Эта операция здесь как раз все было, да, 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 да. Переключите, пожалуйста, с этой фотографией, чтобы ее просто... на лух, лучше на лух, спасибо. Следующая операция была запланирована буквально, мне сказать, через день, через 2-3 дня вам сделают вторую операцию, вам поставят металлические пластинки, то есть основная операция меня ждала впереди. Но это были, опять же, планы врачей, у Бога были совершенно другие планы. Операцию мне смогли сделать только на 10-й день, потому что я все это время была в очень высокой температуре. Можно удивляться и говорить, ну почему, почему нельзя было как-то, зачем, собственно, еще и температуры только не хватало. Позже выяснилось, что для как бы закрытия всех юридических моментов мне нужно было находиться в больнице как минимум 21 день. То есть степень тяжести потерпевшего зависит и от количества дней, которые он находится в больнице. И вот именно эта температура и то время в буче, которое меня не выпускали, а держали там 5 дней, вот это все сложилось в необходимые нам дни, чтобы закрыть юридический аспект. А еще эта температура помогла врачам. Бог через эту температуру помог что? Врачам обнаружить. Да-да, это тоже было все неспроста и Бог тоже чудным образом повел. Когда человек находится после такой травмы в температуре долго, у врачей возникает мысль о том, что воспаление легких, то есть это абсолютно логичное и нормальное продолжение процесса. И врач мне сказал, если на завтра у вас температура не падает, мы будем делать рентген, мы подозреваем воспаление. я ему сказала, что у меня нет воспаления. Откуда вы знаете? Я верующий человек и мне Бог дает такую уверенность. Знаете, когда вам Бог дает какую-то мысль или в чем-то уверенность, вы сами в этом не сомневаетесь. Вы в этом становитесь уверенным. И поэтому я имела вот такое дерзновение сказать об этом. На врачей это особого впечатления, конечно, не произвело. и мне так и сделали рентген. Ну и Бог показал, что оказывается у меня еще и перелом ребра. Да, врач пришел с результатами и говорит, ну у вас нет никакого воспаления легких, вы и ваш Бог были правы. Слава Богу. Дальше была таки вторая операция на десятый, да, не на третий день. И удивительно, вот то, о чем Лариса спрашивала уже о времени, именно вторая операция. Меня готовили к тому, что операция будет длиться 3-4 часа. Планировалось, что мне снимут аппарат и будут устанавливать везде, на всех пяти переломах будут устанавливать металлические пластинки. Буквально перед самой операцией врачи решили иначе. То есть я понимаю, что Господь повел их и показал им, дал им другое решение этого вопроса. Когда я открыла глаза через час, я спросила, что все, часы были рядом, то есть я четко контролировала время. Да, все. А вы хотите еще? Нет, больше я не хочу, но мне объяснили, что врачи решили не снимать аппарат, то есть кости, которые впереди, будут срастаться тем, что их держит аппарат, а сзади, со спины мне, да, поставили два металлических винта. Но два металлических винта это не 10 пластин, а пластины надо было бы тоже скрутить дополнительными винтами. И час в наркозе, это не три часа в наркозе, божья милость, как, я по-другому назвать это не могу, божье водительство, вот так он использовал врачей, чтобы облегчить, чтобы проще сделать вот этот мой процесс. И твой процесс восстановления, расскажи, да, и мой, как происходил. Процесс восстановления пошел уж точно не так, как прогнозировали в Буче. Я хорошо помнила о тех шести месяцах, но на 16 день от аварии я уже смогла, благодаря этим операциям, я смогла самостоятельно повернуться на бок. Через месяц от аварии меня уже забрали домой, и я училась ходить на ходунках. На 53 день, фотографию, пожалуйста, Марк, на 53 день я была у нас в собрании. Это был просто ну счастливейший, наверное, если можно так говорить. врачи сказали 180 дней недвижимости, а Леночка на 53 день славила Господа в церкви. Давайте поблагодарим Господа. Слава Ему, да. Дальше, через 4 месяца от той же аварии я уже смогла вернуться в служение воскресной школы, ну, правда, меня привозили и увозили машиной, но без ходунков, без коляски я ходила уже ножками. И через 6 месяцев, через которые я должна была бы только учиться ходить, только учиться вставать даже, я уже приезжала в церковь маршруткой. Господь позволил мне служить на неделе спорта. Казалось бы, самые тяжелые дни позади операции, реабилитации, да, что грозовые тучи уже развеялись, но, как оказалось, все самое страшное тебя ожидало впереди. Да, действительно так. Вы знаете, если Бог благословляет, Он благословляет очень щедро, но это не гарантирует нам того, что с нами уже ничего не может случиться, не гарантирует нам безоблачной жизни. Спустя 2 месяца после нашей аварии, когда я еще ходила на ходунках, 13 февраля прошлого года мой сын со своей семьей попали в аварию. Это была страшная авария, лобовое столкновение двух машин на достаточно высокой скорости. Марк, пожалуйста. Вот так выглядела машина моего сына. В машине, с которой они столкнулись, сразу же погибла женщина на пассажирском сидении, водитель получил очень серьезные травмы, он остался жив, слава Богу. В нашей машине демона жена получила ну скажем травмы средней степени тяжести, у Димы удивительно, у него был перелом лодыжки, разрывы связок, а вот Евочка и дочка, моя внучка, которая на тот момент была годик и полтора месяца, она погибла. Сердце просто разрывалось на куски. но вы знаете, когда рядом Бог, Он берет твое раненое сердце в свои руки и Он исцеляет, Он исцеляет своим присутствием, Он утешает своим утешением, Он своей любовью залечивает и покрывает все. Благодарна Богу за то, что я могла быть в какой-то степени утешением для своих близких, которые, не зная Бога, говорили, ну за что такое маленькому ребенку, бедная девочка, но я им говорила, я им говорила, поймите, Евочка сейчас на небесах, Евочка сейчас со своим Творцом, Ева сейчас окутана такой любовью, которую мы бы на земле ей не смогли дать, но не способны мы люди так любить, Евочка сейчас там, где нет ни боли, ни слез, это нам здесь предстоит еще научиться жить без нее, нам здесь безусловно трудно, вы знаете, Господь настолько чуткий, настолько милостивый, когда ты приходишь к нему со своим разбитым сердцем, он дарит утешение, на его плече можно выплакать все, он принимает тебя такой, как ты есть, буквально растоптанный от этого горя, но он подымает, он подымал меня в частности и через книги, которые мне давали читать в это время, и в одной из книг, Генри Ноуэн, книга называется «В радость обрати мой плач», вот именно через эту книгу Господь ко мне проговаривал и помогал мне это пройти, и там есть такая фраза, такая фраза, скорбь это встреча с тем, что нас ранит в присутствии того, кто способен исцелить, Бог научил меня не таить боль, Бог научил меня боль прожить, прожить с Ним, это возможно, Бог показал мне, что не надо стараться быть сильной, не надо делать вид, что я держусь, я не плачу, и плакать где-то просто в подушку, не надо этого делать, если кто-то переживает сейчас что-то подобное, помните, вы имеете право на эти эмоции, вы имеете право на то, что если вам больно, говорить о том, что вам больно, если вы переполняете слезами, дайте выход этим слезам, мы как люди, нам часто хочется в подобных моментах человека утешить, ободрить, вы знаете, я для себя поняла, что нужно просто выслушать, это будет большей поддержкой, это будет лучшей помощью, одна женщина в тот период мне сказала, я понимаю, что она говорила из самых лучших побуждений, она сказала такую фразу, Лена, это как надо иметь зализное сердце, чтобы все пережить, оно не железное, оно не железное, но только Бог дает нашему сердцу, только Бог дает нам возможности действительно это пережить и пройти, и когда мы эту боль переживаем с Ним боль уже не имеет власти над нами. Апостол Павел в послании к римлянам 8.28 написал «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Леночка, скажи, какие блага ты имеешь от того, о чем ты сегодня сейчас только что нам рассказала? Пожалуйста. Действительно, Бог Он не творит зла, но то, что с нами происходит, те нехорошие моменты, трагические моменты, Он может все использовать нам на добро. Я понимаю, что, наверное, далеко не все я еще осознаю и какие-то уроки я еще вынесу со временем, но на сегодняшний день я знаю точно, именно через эту аварию наши отношения с мужем наладились. Бог в одночасье изменил два сердца. Слава Ему и хвала за это. но на этом чудеса не закончились. То, что я жива осталась после этой аварии, это удивительно, но не менее удивительно, то, что происходило с Дашей. Дашу отбросило на проезжую часть, причем ее отбросило на встречную полосу. Машина, которая ехала по встречке, не успевала затормозить и просто чудом объехала ее. Водитель, видимо, настолько был в шоке, он даже не остановился, он умчался дальше по дороге. Остановились уже следующие машины. Получается, что Дашу как бы отбросило, но кроме ушиба локтевого сустава, Даши ничего не диагностировали. Более того, она была в очень светлом пальто, а на дороге было достаточно грязно. На пальто не было даже следов грязи. Я не знаю, как вы себе это представляете, но для меня это одно. Бог взял ее на свои руки и просто переложил. Он просто перенес. вот так, как я считаю, что он подхватил меня на свои руки во время удара и продолжает нести до сих пор. Вот так и Дашу. Это еще далеко не все. Вы помните, я говорила, что мы с Дашей должны были ехать к врачу, это неспроста, потому что у нее с самого детства были очень серьезные проблемы со здоровьем. она с рождения была очень метеозависимая, но к полутора месяцам это прошло, и до четырех лет мы радовались тому, что ребенок рос очень крепкий и здоровый. В четыре годика она стала падать в обморок при смене погоды. Обмороки становились чаще и чаще, потом они переросли в очень страшную головную боль, с этим справляться было очень сложно, шли дни, шли годы, врачи не знали, что делать, нам давали какие-то советы, мы их принимали, пробовали, но абсолютно ничего не помогало и состояние только ухудшалось. И вот той осенью, которая предшествовала нашей аварии, всю первую четверть Даша вообще не ходила в школу, потому что даже по дому без моей помощи она передвигаться не могла. У нее были такие головокружения, что я ее буквально носила на себе, ей даже мало было держаться за стеночку, ее надо было просто держать. За нее молилась церковь, и мы пригласили пасторов, чтобы они тоже молились о ней, потому что нам Библия пишет, если кто болен, призовите пресвятеров и пусть молятся. После молитвы ей становилось легче. Знаете, эту ситуацию я приняла. Пока мне хотелось, чтобы Даша скорее стала на ноги, пока мне хотелось, чтобы Даша скорее выздоровела, ничего не происходило. А вот после той молитвы эта молитва мне очень нужна была. Я поняла, что я принимаю. Раз Бог нам это допускает, я это просто принимаю. И я понимаю, что мы просто продолжим жить. Наша жизнь немножко меняется, конечно, но мы будем с этим жить. Ей становилось легче. Господь послал нам врача, через которого нам был поставлен диагноз наконец правильный и началось лечение, которое давало результаты. Но к моменту аварии она не была здорова окончательно. Мы продолжали ездить к врачу, потому что ей постоянно необходима была врачебная помощь, постоянно необходимы были массажи. И вот самое удивительное, что болезнь, которая тянулась все ее девять лет, Господь отодвинул эту болезнь через стресс, который она перенесла в аварии. Уже год и два месяца Даша не испытывает головокружений и не испытывает головной боли. Дорогие мои, это не чудо, это ли не еще одно чудо, которое Бог по своей великой милости дал нам пережить. Я бесконечно благодарна Ему и за это. Я бесконечно благодарна Ему за все, что было в моей жизни. Я благодарна за то, что будет в моей жизни. Я смотрю вперед с верой, я знаю, что Господь со мной. И если вы позволите, я хочу вам такое небольшое пожелание от себя дать. В каких бы ситуациях сейчас вы не находились, в радости или в горе, принесите все это Богу. Отдайте Ему Он поможет вам пройти все. Ваша радость увеличится стукратно, а вашу боль Он уменьшит и использует вам во благо. Я молюсь о том, чтобы ваши сердца в любых обстоятельствах жизни были наполнены Божьим миром. Спасибо вам. Спасибо тебе огромное за твою историю, за то, что ты смогла ею поделиться, за то, что Бог прославился, конечно же, в твоей жизни. Правду говорят, что самые важные уроки жизни мы постигаем в школе страданий. Спасибо. . Спасибо. Спасибо.